В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги выдвижения и регистрации кандидатов предварительного голосования в Государственную Думу. 30 человек будут участвовать в процедуре по выдвижению кандидатами в Российский парламент. Всего же с 15 февраля по 10 апреля была подана 61 заявка. Сегодня в Чувашском региональном отделении партии прошла пресс-конференция, на которой рассказали об основных итогах выдвижения. Итак, по выдвижению регистрации кандидатов предварительного партийного голосования в Госдуму России завершен. 18 человек выдвинулись по федеральному списку, 9 по Канажскому одномандатному и 14 по Чебоксарскому одномандатному избирательным округам. Среди участников предварительного голосования 6 действующих депутатов, 2 представляют сферу образования, 2 здравоохранения, есть студенты, представители СМИ и временно не работающие. Региональным организационным комитетом осуществлялся прием документов от кандидатов. Любые и все могли принять участие и подать заявку. Определенные критерии и барьеры были. Это судимость, одним из важных моментов, возраст. И сегодня, наверное, нужно еще раз сказать, что барьером было это членство в другой какой-либо партии. Но если вы выходите из партии, у вас появляется возможность для участия в предварительном голосовании, в нашем предварительном партийном голосовании. Мы, собственно, на своем примере показываем и плюсы, и минусы. Сами первые проходим, вот первопроходцам тяжелее всего, потому что, во-первых, обязательное условие – это действительно отсутствие судимости. И обязательно открытость компании, что и избиратели должны знать, была ли судимость, и иметь возможность прийти на дебаты, чтобы приходят новые люди. Они приходят, как всегда, со своей программой, со своими предложениями. Они приходят составить конкуренцию действующим политикам. Конкуренцию можно составить своим однопартийцам во время дебатов. Эту часть во движении должен пройти каждый, кто изъявил желание участвовать в предварительном голосовании. Они проводятся по различным темам – образование, экономика и предпринимательство, здравоохранение и здоровье, сберегающие технологии. Те, кто принимают участие в предварительном голосовании, работают в разных сферах. Кто-то в социальной сфере, кто-то в предпринимательстве, кто-то в государственном муниципальном направлении. И все являются специалистами в своей области и несут какие-то новые интересные идеи. Я думаю, те люди, которые станут депутатами Государственной Думы, безусловно, не забудут слова своих сейчас оппонентов для того, чтобы потом притворять жизнь. Дебаты очень важны, нужны. Но избиратели от нас ждут реальных дел. Вот любые высказывания можно здесь говорить, дебатировать, дискутировать. Результат работы будет виден уже 22 мая, когда пройдет непосредственно предварительное голосование. Именно тогда станет известно, кого Единая Россия выдвинет кандидатом в депутаты Государственной Думы. Татьяна Молокова, Россий Мухаммедов, Республика.